8.20. Во дворике школа номер один пустовато, только старшеклассники грубками. В ходе беседует мэр и директор школы, показывая на столик с антисептиком. Замеряют температуру у преподавателя, а старшеклассников без масок не пускают. А вот у отдельного входа родители подводят первоклассников, отдают учительнице и уходят ждать. Хотя некоторые успевают устроить фотосессию прямо у входа. Нашему оператору в виде исключения разрешили заглянуть в первый А. Первоклассники впервые садятся за парты, а учительницы знакомятся со своими учениками. Некоторым грустно. Родители сейчас не рядом, а там за окном. А вот и первый официальный выход на праздничную встречу с родителями и администрацией школы. Далее нестандартная процедура. Расстановка детей не менее одного метра друг от друга. Увы, таковы современные требования. Субтитры двойной Вітаю вас! У нас такий складний, незрозумілий и вообще непередбачиваний навчальный рік. Тому і традиційне наше свято проходить в большого формата. Дети, витаю вас, маленьких, которые пришли до этой школы. Две чаревные учительки, которые с вами рядом стоят, поведут вас в чаревную страну знаний. Навчать вас новым основам наук, навчать дружить, спелкуваться, товарищать, разом решать какие-то разные вопросы. И сегодняшний квест, он тоже будет про дружбу, потому что это, мабуть, главное, почему вы тоже должны учиться в стинах этой школы. Гарного вам навчания, радости, хорошего навчального уроку нам всем. Главное, мы его пройшли спокойно в стинах школы в режиме офлайн, потому что это самое главное для первоклассников, которые потребуют, чтобы рядом с ними были взрослые ученики, которые их проведут. Потому что режим на высоте для первоклассников неэффективен в плане навчания. Вы знаете, вызывание COVID-19 сложный, но отрабатывать знания от так, безусловно, очи в очи, очень важно. Особенно для малыш. Потому что это период становления, период эмоционального развития. Когда ты понимаешь, что такое отрабатывать знания, когда ты понимаешь, что такое дисциплина, мы видим, как очень легко было построить детей на высоте, отрабатывать дистанцию, как это тяжело было сделать с батьками и до этого времени все стоять на дистанции. Но это не страшно. Главное, чтобы мы берегли один одного, чтобы мы с повагой относились один до одного. И тогда все будет хорошо. Я вам желаю хорошего настроя, классных эмоций. А нашим первичкам, чтобы они пошли в новый этап жизни, как Бомбея, Нукаску, отрабатывали классные эмоции, классные пригоды, классные знания. Потому что знания – это конкурентность в жизни. Знания – это настоящая сила. Знания помогают нам развиваться и двигают нас вперед. Святом всем, здоровья всем, мощного иммунитета. Добрый путь, новый путь. А вот гостей праздника Волка и Капитошку узнали не все и дети. Я Капитошка. Мы с Вовчиком друзья. Любим разом играть и учиться. Ну, тем не менее, вместе с ними с удовольствием потанцевали. После танцев первоклассники посещают квест-локации. Вот здесь нужно, например, найти друзей для Деда Мороза, Крокодила Гены, Белоснежки, Губки Боба. Да-да, не все знают, кто это такой. Я имею в виду родителей. И других современных сказочных героев. Всех друзей нашли и получили призовую букву. А вот в этой локации… Тут можно только позавидовать. Больше половины первоклассников отдохнули летом на море. Я на море. Я на речке и на море. Вот так они показывают, какие там были волны. А вода была тепла? Да. А вот так, с точки зрения первоклассников, выглядит салют. На квест-точке «Давайте жить дружно» нужно было ответить вместе на вопрос, что такое хорошо, а что такое плохо. На плохие поступки нужно было топать ногами, а на хорошее аплодировать. Ну, например, помогать друзьям – это… Правильно. А вот говорить неправду – тоже правильно. На квест-остановке эмоций нужно было сложить из-за разрезанных листочков грустные, веселые и злые лица. Скажем так, судя по лицам первоклассников, получилось не у всех. У старшеклассников небольшая перемена, и они немножко посоревновались на спортивных снарядах. А вот у пятиклассников поход в школу не вызвал особого энтузиазма. Ну как, школа? Понравилось? Да. Соскучились? Да. Нет? Самой простойкой с точкой была та, где нужно было угадать, из каких мультиков звучит та или иная мелодия. Здесь все оказалось достаточно просто. Кто-то, но этот мультик точно смотрел. После этого некоторые классы успели даже провести мини-фотосессию. И вот оба класса сложили правильно слово «дружба» и получили соответствующие подарки. После этого прозвучал первый звонок на первый урок для первоклассников. Каким он у них будет, этот первый урок, они, конечно, расскажут дома родителям и о том, как они получили свои первые тетради, и о том, насколько часто они мыли руки, и где находится непривычное для многих помещение с названием «изолятор». И, конечно, расскажут о столовой, где они принимали пищу, сидя по четыре человека, а соседний столик был отодвинут подальше. Вот таким он был первый звонок 2020 года в первой школе в новых реалиях.